ребята всем привет сегодня решил прокатиться в очень эпичное интересное место в одном из университетов некоторое время назад праздновали день посвящения студента перед первокурсниками выступали преподаватели давали напутственные пожелания руководители после официальной части традиционно было решено пройти обряд посвящения студентов вот только место выбрали весьма странное и нетрадиционное это старый заброшенный профилатторий неподалеку от вуза студенты хорошенько жранули для храбрости когда алкоголь впитался в кору головного мозга начали свой обряд в общем все закончилось не так плачевно если неприличное пенение и разваливающееся здание мероприятие было как раз самом разгаре к на разгоряченных молодых людей рухнуло перекрытие под обломками погибли трое вскоре после этого начали появляться странные истории и слухи о пугающих явлениях тех местах говорили много о чем о полтергейстах призраках обрядах и так далее короче я решил сам сейчас сюда съездить и все посмотреть кстати ребят сейчас перед фильмом я вставлю отрезок из новостей которые мне прислали вместе с материалом в этом отрезке как раз говорится о тех местах и событиях которые там происходят другим темам в редакцию пожаловались на заброшенные объекты расположенные на территории бывшего санатория по словам людей ветхие строения ничем не огорожены там играют дети обитают бомжи они известные после полуночи проводят странные ритуалы на часах полночь корреспонденты идут по одному из заброшенных административных корпусов бывшей советской здравницы девушка в кадре попросила не показывать лицо опасается за свою жизнь но еще больше за жизнь своего ребенка по ее словам бывает ночи когда отсюда доносятся жуткие крики здесь собираются и проводят как говорят люди с поселка вечером какие-то ритуалы они там кричат верещат ну и возвращаются просто неадекватные я видела в ночное время из окна когда ребята которые вот именно здесь гуляют я не знаю что с ними было они просто разбегались и ударялись об магазин просто со всей силы ударялись об него падали потом вставали опять кричали при этом съемочная группа ночь съемок не нашла конкретных подтверждений словам и лены однако в лесу где расположены корпуса здравницы корреспонденты обнаружили сгоревшие свечи выстроенные равномерно по периметру беседки на полу картинки с изображением частей тела и персонажей из фильмов ужасов несколько пакетов с белым порошком а вот ребята кстати говоря та самая беседка которая мелькала во фрагменте из новостей которые оставил видео здесь по кругу в этой беседке свечи расставляли какой-то ритуал проводили ладно пойдем посмотрим через здание тот самый знаменитый печально известный санаторий с которым связано так много событий да здание конечно выглядит эпично все уже обвалилось все перекрытия рухнули санаторий был открыт в конце 50-х годов где-то 59 году в данную эксплуатацию здесь отдыхали работники предприятий отличившиеся чем-то на производстве короче отправлялись поправить здоровье санаторий работал до 2002 нет до 2004 года в 2002 году как ни странно здесь произвели полную реконструкцию все покрасили побелили обложили кирпичом кто-то говорит что после этого произошел пожар а кто-то говорит что до этого как раз произошел пожар в нем тоже погибли люди ночью интересно в 2003 году кабинет директору зашел спортивного вида молодой человек нанес несколько ударов тупым предметом по голове после чего директор попал в реанимацию там он очень долгое время провел а затем 2004 году санаторий объявили закрытым и сняли охрану его начали растаскивать местные жители разворовать и вот он превратился вот в такое состояние ладно ну так все зайдем посмотрим есть смысл вообще не производить какие-то съемки нам с напарником или за так только груда руин и не более того но вообще как бы здесь в новостях передают что что-то происходит по ночам в этих зданиях что меня и заинтересовало вроде как кто-то производит ритуал и тут непонятные вообще звуки слышны порой пугающие люди боятся здесь ходить короче сейчас посмотрим да она здесь конечно капитально все развалилась выглядит ужасно есть какие-то залы итак ребята студенты вот здесь где-то и проводили свои ритуалы посвящения вот тоже фигню куда придумали ритуал посвящения студенты вот бедолаги это посвящались где-то вот здесь вот стена и рухнула когда они здесь в подпитом состоянии прыгали бегали да Ну конечно не безопасно в таких местах ходить. Чуть обвалится и некому будет помочь. Ладно сейчас день, сильно здесь лазить не будем, но вообще такое место довольно таки интересное. Наверняка здесь хотя бы часть легенды подтвердиться может. Ладно пойдем еще другие корпуса здесь есть посмотрим. Посмотрим что здесь, что-то вроде регистратуры или приемного отделения было. Вот по этому коридору они кстати говоря носились здесь. Фига тут все обрушивается, капец. Документации какая-то куча валяется. Место конечно мягчайшее, ух ты там еще подвал есть, расцвечивает вниз куда-то. Шатается, проминается прям пол. Да, все-таки мне кажется есть смысл здесь поснимать. Кюлзак. 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 Ну что, мне кажется, капец, ребят. Балкон. Ладно, пойдем посмотрим следующий корпус. Да, ребят, и это все заброшенная территория. Абсолютно брошенные вот эти вот дома стоят вон там. В том здании, кстати говоря, окна целые, а здесь все побито. Вот здание тоже. Интересно, вот этот вот корпус, которому досталось больше всего. Это главный корпус санатория. Чего только с ним не было. И горел. Потом был отреставрирован. А сейчас просто все перекрытия в нем рухнули. Вот это интересно, какого хрена спит. Студентов сюда понесло. Капец, прикиньте, какие-то обряды посвящения проходить ночью в этом здании, которое разваливается. Да, не повезло ребятам, конечно. Три человека погибли. Там подвал какой-то, по-моему, еще есть. Ага, вон еще заброшенные корпуса. Пойдем их исследуем. Вот ребят, куда хватает глаз. Везде стоят заброшенные здания. Огромнейшая территория и вся она похерена. А вот какой-то магазин был. Надпись осталась. Бутик, супермаркет местный. Но меня интересует вот это здание еще посмотреть. Довольно таки сохранившееся. И доступ открыт. За ним, кстати говоря, тоже вам стоят дома. Но они явно тоже заброшены. Как обычно, вот такие вот ловушки. Везде тут открытые колоссы. Металлисты. Рюки все потырили. Весна, ребят. Капель. Это всюду все течет. Кое-где оттаивают трупы. Ой, здесь что такое интересное. Котельная, что ли, какая-то была. Котлы стояли. Или какая-то процедурная. Тоже запросто может быть. Может быть какие-то огромные ванны стояли. Что-то в этом духе. Так, еще здесь. Ого. Блин, ребят. Тут целый город призрак реально. Так вот, ребят. После того, как их там завалило, ну их естественно откопали. Похоронили. О, какая красота. После этого начали происходить странные вещи. Короче, молодежь, которая здесь по ночам любила бывать, гулять, она начала замечать здесь появление вроде бы каких-то призраков, образов людей. Да, ребят, тут явно какие-то процедурные кабинеты или что-то такое было. Вон ванны, остатки ванн остались. Фига тут может такой вот перегородкой прихлопнуть. Хотя это, конечно, еще не самое страшное. Блин, какая база была. И все это похерили. Опа, да. Опа, да. Ни хера там перекрытия рухнули. Офигеть, я только что здесь прошел. Нет, определенно сюда надо прийти, поснимать ночью. Блин, ладно, я в ту сторону теперь не пойду. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...